Раньше на этом пустыре находился парк аттракционов. Возвышалось знаменитое колесо обозрения. Мурмачане вместе с семьей могли прокатиться на нем, на каруселях или по автодрому. Теперь же облом веселья напоминает лишь фрагмент одной из конструкций. Это место давно опустело, однако в скором времени здесь возведут кафедральный собор. Сейчас чертежи проходят корректировку у заказчика, но значимых правок уже не будет. Главное, что изменилось с нашего последнего сюжета, исчезло высокое остекление. Его заменят мозаикой на стенах, чтобы сократить расходы на отопление помещения и мытье окон. На территории больше гектара построят не только храм. Целый комплекс с музеем истории Первой и Второй мировых войн, православным кафе, спортивные детские площадки, парковой зоной. Планируют благоустроить землю вокруг. Наша задача вписать этот храм не для того, чтобы он стал проблемой для города, для того, чтобы он стал его доминантой, его красотой, его духовным центром, культурным центром и служил в радость нашим горожанам, а не нес им какие-то проблемы. Администрация Мурманской разрешила проекту отклониться от предельных параметров. Максимальная доля застройки участка увеличена с 50 до 80%. Именно вот из-за того, что храм располагается только на одном земельном участке. Если бы он располагался, если бы его территория распространялась на 4 земельных участков, если это было бы единое землепользование, то он составлял всего лишь 39% его застройки. Что даже значительно ниже, чем предполагается по нормативам. Прежние нормы ограничивали высоту здания 30 метрами. Теперь допустимые 70. Но собор остается, как и предполагалось, 52 метра. Архитектор отметила, это будет не самая крупная доминанта Мурманска. Например, гостиница «Арктика» возвышается над центром на 72 метра. А вот памятник Алёше всего 42. К тому же религиозный комплекс появится на городской террасе. Я думаю, что можно при более разумном применении этому месту найти. Например, что? Например, те же аттракционы. Спортивные или детские? Ну, по моему мнению, соборов достаточно. Оно необходимо, здесь в районе, в принципе, её нет. Она была бы здесь очень кстати. Ну и собор, если люди, большинство людей захотят собор, пусть будет собор. У нас единственный большой храм, но в центре города отсюда далеко не придёт добираться. Поэтому я была бы не против, я здесь рядом жил. Собор здесь не нужен. Соборов по городу очень много. А детских площадок катастрофически не хватает. Я проживаю в центре города, и мне с внучкой приходится ездить аж на Семёновское озеро. Мамочкам негде гулять. Пожалуйста, верните на место детскую площадку вместе с колесом. Тем не менее, эскизы, планировки уже готовы. Проведены геологические исследования. После получения их результатов начнётся разработка технической части проекта. Отец Владимир надеется, что техника заедет на площадку уже в этом году. А пока Мурманская область остаётся последним регионом страны, в котором нет кафедрального собора. Кирилл Герпиняк, Максим Чинкин, Данил Пугачёв, ТВ21+.